Вряд ли бегун, с моей точки зрения, способен на плохие поступки. В общем и целом, это очень добрые, спокойные, улыбчивые люди. Для меня совершенно не безразлично в воспитательном процессе, прежде всего, своих детей. Сила личного примера. Ну и, что называется, пытаюсь как бы соответствовать этому. Меня зовут Сергей Опенко. В 61-го года рождения, если говорить о спорте, я марафонец, преодолел 15 марафонов. Пробежал в 6 основных марафонов мира мейджоров. Являюсь победителем нью-йоркского марафона в своей возрастной группе. Чем страшно горжусь. Бизнесмен, почти четверть века занимаюсь предпринимательской деятельностью. Отец пятерых детей. Денья на растяжку. Сюда руку положили и очень спокойно тянем. Девять счетов, не торопимся никуда. Как-то у меня засело в голове вот этот принцип, когда ты садишься в самолет. Когда выполняю алгоритм по безопасности, тебе говорят о том, что ты сначала должен надеть маску на себя, потом на ребенка. И для меня это стало, в кавычках, жизненным кредо. То есть, если ты хочешь достойно отвечать по обязательствам за тех людей, за которых ты ответственен, то ты как минимум должен быть в разных ситуациях в своей жизни, быть к этому готов. Мы понимаем, что отрезок жизни, когда детям будет с нами интересно, он достаточно короток. И мы стараемся это время не пропустить. Одним словом я могу сказать, что в нашей семье интересно. И это заслуга каждого члена семьи. У нас очень яркая, динамичная семья. Мы ведем активный образ жизни. И тон как раз задает папа, глава семьи, потому что он очень спортивный, активный. Конечно, он такое же настроение задает и в нашей семье. Мы все, каждый на своей волне, каждый занимается своим видом спорта. Я плаваю, дети у нас тоже плавают и на лыжах катаются. То есть мы стараемся не сидеть на диване. Этот человек, который не боится ошибаться, он просто ставит перед собой цель и потихоньку, степ-бай-степ идет искусство маленьких шагов. И он этим заражает всех, кто рядом с ним. То есть мы не боимся пробовать, мы не боимся совершать какие-то ошибки, потому что все это часть опыта, часть пути. И благодаря этому каких-то вершин достигаем каждый в своей сфере. Ты не можешь стимулировать своего ребенка или своего любимого человека на занятия спортом, лежа на диване. То есть ты должен продемонстрировать, насколько это интересно, любопытно, влияет на здоровье или вносит какие-то изменения в твою жизнь, прежде всего начиная с себя. Для меня совершенно не безразлична в воспитательном процессе, прежде всего своих детей, сила личного примера. Ну и, что называется, пытаюсь как бы соответствовать этому. Я всю свою сознательную жизнь так или иначе был возле спорта, любительский немножко футбол, активный образ жизни, горы, походы. Поэтому бег оттуда, оттуда. Ну и полная фиаско на алматинском марафоне в 16-м году. Я всегда себя относил к категории очень амбициозных людей, и я, конечно, не мог, потерпев такую глобальную неудачу, остановиться на этом. Поэтому приступил к регулярным тренировкам и таким образом оказался в беге. Бег, он, с моей точки зрения, влияет не только на физическое здоровье. В условиях того, что нашу планету лихорадит, и мне показалось важным, чтобы каждый человек попытался сделать какой-то маленький вклад в то, чтобы вокруг тебя были люди и физически, и ментально здоровые. Вряд ли бегун, с моей точки зрения, способен на плохие поступки. В общем и целом, это очень добрые, спокойные, улыбчивые люди. Конечно же, хочется приобщаться к этой массе людей, к этому сообществу. И когда мы там бываем на больших марафонах и на алматинском марафоне, мы видим, что какая-то часть людей воспринимает окружающий мир и стремится его удержать в хорошей плоскости, и этих людей становится все больше и больше. Я для себя вот такое открытие делал и стараюсь эту собственную грядку, как могу копать. Сначала начал со своей семьи, потом мы создали детскую школу, которую помогаем развивать, школа Янг Раннер Михаила Красилова. Все это нацелено на то, не просто на то, чтобы там завоевывать какие-то регалии, медали, хотя это приятно. Прежде всего, цель оторвать людей с дивана и стимулировать человека на то, чтобы тот, кто вообще никогда не занимался спортом, помочь ему совершить эти самые шаги, в том числе демонстрируя, какие изменения человека могут произойти. Мне кажется, что в современном мире это крайне важно. Обществу нужны здоровые люди. Я просто верю в то, что когда-то спортивное состязание должно быть единственным состязанием среди стран. И, к сожалению, в последние годы мы видим, что это все отходит на второй план. Очень печально на все это смотреть. Страдают очень многие люди из нашего близкого окружения. Я говорю сейчас про войну. Сегодня мы несколько раз уже говорили про здоровых людей в широком смысле этого слова, что за этими людьми будущее. Именно они смогли бы привнести другие тезисы в изменившуюся жизненную парадигму всего мира. То есть эти люди могут изменить отношение к жизни. Я в это верю и стремлюсь делать какой-то свой маленький-маленький очень вклад, чтобы таких людей было как можно больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!